Я долго думал, как предоставить вам гайд по скульптингу, так как меня всегда утомляют часовые туториалы, решил сделать все максимально сухо и по делу. И начну с самой нелюбимой части, настройкам интерфейса. Ненавижу, когда уроки начинаются с этого, но тут это просто необходимо. Если вы только купили графический планшет, то первым делом вам надо зайти в настройки и включить эмуляцию колесик и мыши. Если вы этого не включите, то у вас будут некоторые проблемы в навигации с помощью графического планшета, так как вы не сможете вращать камеру или приближаться к объекту. Потом я бы поменял немного освещения в рабочей зоне. Я сделал кастомный маткап, в нем расставил источники света так, чтобы тени на объекте стали жестче. Таким образом проще увидеть изменения на модели. Ссылку на маткап оставлю в телеграме. И еще нужно сразу поменять перспективу. На стандартных настройках при приближении все выглядит искаженно. То, что ближе к камере, то становится больше, а то, что дальше, будто сужается. И это неудобно при скульптинге, потому я бы посоветовал здесь ставить значение 100. Теперь по навигации. Alt плюс перо графического планшета – это вращение в рабочей зоне. Shift плюс Alt и перо – это перемещение. Alt, Ctrl и перо – это приближение. Если вы не понимаете, какие клавиши я использовал, то все это можете видеть здесь, так как я могу очень многое не упомянуть. Все, перейдем к базе скульпта. Для скульпта вам нужно только 6 кистей. Они настроены по дефолту на клавиши 1, 2, 6, G, M и Shift. Но если вам неудобно, то вы можете переназначить их самостоятельно вот так. Под клавишей 1 находится кисть Draw Sharp. С помощью нее вы будто режете ультратупым ножом. Удобен, чтобы создавать отверстия в носу, ушах и намечать черты лица. Если зажать Ctrl, то кисть наоборот выдавливает. И эта штука Ctrl работает почти со всеми кистями. Под клавишей 2 – Clay Stripe. Это будто вы накидываете глины на модель полосами, тем самым меняя форму объекта. Под клавишей G находится Grab, то есть тянуть. С помощью этой кисти можно вытягивать, сплющивать, сужать объект. А вот M – это маска. С помощью нее мы рисуем черным цветом по объекту, тем самым указываем, что тут другие кисти не смогут влиять на эту темную зону. Убрать маску можно сочетанием клавиш Alt плюс M. Нам эта кисть нужна, чтобы вытянуть шею и уши. Выделяя маской нужный фрагмент. Клавишей Ctrl-I инвертируем маску. И кистью Grab вытягиваем выделенную зону. Следующая кисть – это Scrape. Она у меня под клавишей 6. Переводится как скребок, то есть зона, по которой вы водите, становится ровной. И бонусом я иногда использую кисть Line Project. С помощью этой кисти вы проводите линию или даже луч, который обрезает модель. Удобно использовать на низкополиканальных моделях. А с помощью зажатой клавиши Shift вы можете сгладить поверхность. И это единственная кисть, которая функционирует при зажатии клавиши. Если клавишу отпустить, то включается предыдущая кисть. Чтобы увеличить размер кисти, нужно нажать клавишу F. А вот менять силу нажатия не обязательно. Дефолтные настройки работают нормально. Но если сила нажатия вам нужна, то это сочетание клавиш Shift плюс F. Далее расскажу про основные операции и проблемы при скульпте. Чтобы подразделить объект на большее количество вокселей, я использую Remesh. Сначала с помощью клавиши R я вызываю сетку, которая показывает размеры вокселей. Стандартная цифра 0.1. Если двигаем мышью или пером, то сетка либо уменьшается, либо увеличивается. И чтобы замедлить смену цифр и сетку, просто зажимаем клавишу Shift. И все становится медленнее. Клацаем левой кнопкой мыши, чтобы применить сетку. Нажимаем Ctrl-R, чтобы совершить Remesh. Также Remesh помогает объединить два разных объекта. Просто нужно в Object Mode с помощью Ctrl-J объединить объекты. А уже в Sculpt Mode с помощью Ctrl-R совершить Remesh. Иногда такое случается, что после Remesh объект может выглядеть вот так. Это происходит из-за того, что модель не замкнута или в ней есть где-то отверстие. Чтобы исправить эту ситуацию, надо перейти в Edit Mode и выбрать отображение эджей или вертексов. Иначе не будет нужного меню. Зайти в меню Select и выбрать эту функцию. Это поможет вам найти, где есть отверстие в объекте и сделать вывод, почему это произошло. Чтобы замкнуть контур, нажимаем клавишу F и теперь ретопология нормально работает. Еще после деформации примитива может возникнуть такая штука. Что вот эта окружность кисти больше похожа на эллипс. Чтобы кисть стала нормальной, то тут нужно вернуться в Object Mode и нажать сочетание клавиш Ctrl-A и применить масштаб. И тогда все станет нормально. Когда вы работаете с кистью Clay Stripe и пытаетесь сделать, например, ухо, то вы можете заметить, что объект деформируется с другой стороны. Это происходит из-за того, что часть окружности кисти заходит за объект. Это можно пофиксить уменьшением размера кисти, либо включением функции Face Only. Но запомните, если вы не отключите эту функцию, то при большем количестве полигонов могут возникнуть проблемы в виде непредвиденных вот таких морщин. Также нужно не забывать о функции симметрии при скульпте. Включение вот тут. И часто такое бывает, что в процессе работы что-то асимметричное из-за регулярных ремешей. Или попросту в процессе вы забыли включить симметрию. Если это случается, то это можно исправить вот так. Еще такое бывает, что вы работаете сразу с несколькими объектами, которые не объединены или не соединены. И надо ведь как-то быстро переключаться между ними. Для этого есть сочетание клавиш Alt-Q. И последнее. Если вы хотите нанести какой-то узор на модель, то тут нужно взять вот эту неиспользуемую нами кисть. Открыть меню кисти и найти вкладку текстура. Перейти в это меню и выбрать нужную картинку с вашего компа. Потом возвращаемся в меню кисти и меняем тип штриховки. И вы можете наносить узоры. И это пока все. Перейдем к практике. Когда создаешь бюст, то нужно первым этапом сделать по форме что-то похожее на шлем. Но с учетом некоторых пропорций. И самое главное здесь именно первые 20 движений. Если в самом начале сделать плюс-минус верно, то дальше уже меньше надо будет исправлять. Поэтому важно репетировать именно создание начальной формы. Если получается все плохо или даже отвратительно, это нормально. Я этот таймлапс записал только с пятого раза. Вторым этапом надо сделать шею. Вытягиваем ее с помощью маски и пытаемся сформировать что-то похожее на трапецию. И при этом стараемся соответствовать пропорциям. По изучению пропорций и анатомии я очень советую посмотреть книгу «Анатомия для скульпторов». Минимум букв, но много красивых картинок. Кайф. Третьим этапом надо уже наметить черты лица. Вытянуть уши, указать глаза, губы. И тут уже поможет вам только удача. Регулярная практика и понимание анатомии. И чтобы рассказать полноценно, как сделать голову, тут невозможно вписаться в 10 минут. Я просто показал основной инструментарий, который вам понадобится, чтобы создавать фигуры. С большим количеством практики вы поймете, что вам будет нужно из других кистей и функций. Важно еще стараться сильно не приближаться к определенным элементам лица при формировании форм. Иначе может получиться, что рот большой, а нос маленький. Я часто такую ошибку допускаю. Еще начинайте с малого количества полигонов и по мере надобности увеличивайте полигонаж. И не сильно расстраивайтесь, что ваши модели с каждым разом не становятся лучше. Один раз у вас получится отличная модель, а за ней три отвратительных, а потом снова хорошие. Постоянно практикуйтесь, наблюдайте, как делают другие художники. Смотрите таймлапсы и ищите свой удобный путь в создании моделей. И уже позже вы придете к стабильным результатам. Думаю, я рассказал вам о всем, чем пользуюсь сам. Подписывайтесь на канал, приходите на стримы. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok